Здарова, с вами Рублев. В сегодняшнем видео будем говорить про Ardor Gaming, бывший Z-гейминг. Посмотрим, что они предлагают купить в области мышек, клавиатур, ковров, микрофонов, персональных компьютеров и куча всего другого. Давайте начинать. Сперва скажу, что любые интересующие вас вещи в видео есть в описании в форуме таймкодов. Нажимайте и переходите к интересующему вас моменту, досматривайте видео до конца и вы мне очень поможете. Также можете поставить более высокую скорость видео, если я слишком медленно говорю. Вот теперь давайте начинать. Посмотрим, что они о себе заявляют. Ardor Gaming – это российский бренд игровых устройств и периферии. В команде бренды объединились профессионалы, которые любят видеоигры и увлекаются киберспортом. Наши технологи и инженеры знают, насколько важно для геймеров качество устройств, с помощью которых игрок погружается в виртуальный мир и раскрывает силу игрового персонажа. Поэтому основным преимуществом бренда является высокое качество устройств и использование современных технологий. В Ardor Gaming представлена широкая линейка устройств – это клавиатуры с современными свечами и RGB-подсветкой, классические проводные наушники, радиочастотные гарнитуры, игровые мыши, ковры для мышей с ярким индивидуальным дизайном, микрофоны для стримеров, геймпады, ПК, игровые кресла и столы, игровые ноутбуки и мониторы. Поэтому каждый пользователь сможет выбрать то, что подходит именно ему, в зависимости от его игровых навыков и вкусовых предпочтений. Играя и побеждая вместе с Ardor Gaming. Это я взял с DNS. Интересное описание. Я не знаю каким должно быть идеальное описание, но это мне показалось шаблонным, но в то же время описывающим все товары, которые производит данная компания. Однако в дальнейшем видео вы увидите, что не все товары, которые здесь перечислены, они продают. Давайте уже к нему перейдем. Конкретно в этом видео, лично мне интересны клавиатуры, микрофоны, радиочастотные гарнитуры и сборки ПК от Ardor Gaming, которым можно посвятить даже отдельное видео на этом канале. Сегодня мы рассмотрим лишь одну сборку. Самым важным плюсом Ardor все называют цену. Действительно, компания провела ребрендинг и ей нужно набрать баллов. И они по-новому заходят на рынок. Нужно делать качественно и дешево. Не знаю сами ли они производят все или клеят наклейку как Dexp от DNS, тут надо углубляться. В любом случае мы только с течением времени сможем сделать вывод о качестве их продукции, потому что они не так давно появились на рынке обновленные после ребрендинга и должно пройти года 3-4, чтобы мы могли делать какие-то выводы. Но по первоначальным отзывам уже можно сложить наше впечатление. Итак, я уже обладаю ковром от Ardor Gaming и обзор на него был на канале. Мне все понравилось и все меня устроило. Сегодня же будет то, что интересно лично мне. Также пока что я не увидел, пока нет в продаже именно 4к мониторов от этой фирмы. Я как раз присматриваю такой, который приобрету после покупки себе нового ПК. Нужен хороший 4к монитор, а все что есть на рынке, по моим параметрам стоит 48-55 тысяч рублей. Те же MSI, ACI, RASUS, AOKI и другие мониторы. Может Ardor, когда выпустит 4к монитор, предложит что-то подешевле. Посмотрим, поживем и увидим. Давайте смотреть девайсы и оценивать компанию после ребрендинга. Клавиатуры. Мне приглянулась клавиатура Ardor Gaming Guardian. Вот в такой расцветке. В ней 97 клавиш, работает она на желтых гетеронах, которые не такие уж и плохие и переключатели за такую цену, но и не самые-самые лучшие. Это механика. Собирать самому выйдет может даже дороже, чем купить эту. Все зависит от цены компоненты, от логистических цепочек. Может доставка одних кейкапов вам станет дороже, чем половина цены этой клавы. Опускаемся в отзывы. Что хвалит. Мягкие и приятные свечи, приятные цвета, качество исполнения, хорошие материалы, широкие функциональные возможности, размерность полноформатной клавиатуры, умеренную цену, малую шумность нажатия клавиш, возможность беспроводного подключения как bluetooth, так и радиосигнал через адаптер. Очень тихая, настраивается любой цвет, макросы, заряда хватает надолго 2-3 дня, вариант подключения, ножки с нормальной резиной, тяжелая, богатая комплектация и цена. Также качество сборки, индикатор заряда, которая отображает заряд клавиатуры, красный пробел клава села, зеленый пробел клава заряжается, есть намлок и бинды туда с радостью летят. Удобная система визуализации в программе по макросам. За что ругают. Многие говорят, что инструкция на полном объяснении работы и функционала клавиатуры есть только на казахском, но на момент съемки видео, как я понял это поправили и на русском тоже все описано, в том числе как сменить режимы bluetooth, как выбрать первый из трех, второй, третий и так далее. Другие описывают минусы с пробелом, то бишь он не меняет подсветку вместе со всей клавиатурой и все всегда горит зеленым. Интересное замечание. Если это и правда, то это проблема. Для тех, кто так любит эстетику и красоту подсветок, подсветка филы не обрадуется такому точно. Другой минус у покупателя в магазине при покупке клавиатуры была сорвана пломба, что испортило ему впечатление. Конечно тут претензии к DNS, а не к клавиатуре, но все же. Вот и все минусы, что мне удалось найти. Клавиатура за свой прайс получилась интересной, если верить отзывам, реально неплохая. Думаю можно будет заказать на тест, отдельный интерес вызывает то, что сможет ли такая клава потягаться с WarMill или Dark Project. Это для меня очень интересный вопрос. Думаю хотелось бы заказать ее и сделать отдельный тест, сравнить с этими клавиатурами. Далее микрофон. Тут я хочу выделить реально красивый микро. С точки зрения дизайна он прямо эстетичный и симпатичный. У него нет отзывов, но хотелось бы тоже на тест такое устройство. Ardor Gaming Karadji Quattro. Может ли такой микро тягаться с Refinum? Вопрос конечно открытый. Думаю надо ждать тестов и обзоров полноформатных и полноценных микрофонов. Думаю надо ждать полноценных обзоров и тестов. Полноформатных и полноценных, которые полностью опишут данное устройство. Микрофон Ardor Gaming Karadji Quattro с чувствительностью минус 36 дБ и широким диапазоном частот обеспечивает передачу чистого голоса. Конденсаторный микрофон с переключаемой направленностью предназначен для игрового ПК. Он выполнен в корпусе белого цвета с антивибрационным подвесным креплением. Паук получается идет в комплекте и украшен многоцветной подсветкой. Микрофон Ardor Gaming Karadji Quattro оборудован разъем аудио 3.5 мм для подключения наушников с бортом USB. Среди особенностей модели кнопка отключения микрофона и регулировка уровня громкости наушников. Мы же идем дальше. Думаю на монитор обзор уже многие видели в клубе DNS. Я жду 4К монитор, так что тут пропустим. Далее у нас по списку должны были идти радиочастотные гарнитуры, но я ничего не нашел именно от Ardor Gaming. Кроме микрофонов пока ничего нет на сайте в разделе аудио. Думаю в будущем появится, поэтому давайте посмотрим на стулья и сборки ПК. Стулья. Посмотрим самый дешевый и самый дорогой стул от Ardor Gaming. Самый дешевый обойдется вам в 7 козлотых, а самый дорогой в 15 200. Давайте смотреть, что говорят люди. Хорошо, говорят много. Но за что же ругают кресла данной фирмы? Отверстия под болты не совпадают с отверстиями на подлокотниках. Неудобно выбирающая передняя часть на сидушке. И самое мягкое кресло, как говорят пользователи. Люфт сидушки из-за эффекта качания. Низкая спинка, сборка, резьба для шурупов как-то криво сделана. Было весьма сложно прикрутить спинку и сиденье к подлокотникам, как пишут пользователи. Картинки по сборке по качеству не были бы, было бы хорошо. Газлифт не работает. Кресло опускается вниз, но чтобы оно поднялось, приходится его тянуть с усилием вверх. Как мне удалось найти 6 отзывов с таким комментарием касаемо газлифта, проблема довольно частная. Может это фишка, не баг, а фича так сказать, не знаю. Да и по недостаткам тут все. Цена очень вкусная. Укресел всего 7к и 15200 за самые дешевые и дорогие модели, соответственно. Тут даже лучший в мире зона 51 киберпанк эдишн посасывает в сторонки, который так нахваливался блогерами. Адер гейминг победили тех, кто делал дешевле, чем DXRacer? Интересно. Теперь деньги будем брать от ордоров и чмарить зону 51, да? Видимо, да. Самое сладкое наконец. Персональные компьютеры. О да, давайте смотреть. Возьмем средний бюджет. Не 40 тысяч рублей, но и не 200к. Давайте 1080. Посмотрим, что они туда поставили. ПК Ardor Gaming Rage H288. Представлен в форм-факторе Midtower и имеет классическую черную расцветку корпуса. Окей, тут придраться не к чему, корпус действительно неплохой. Не к чему, да, придраться. Корпус действительно неплохой. Также Midtower, довольно классический и частый формат форм-фактора. Высокая производительность делает данную модель подходящей для любого геймера. Процессор Core i5-12 400F с 6 ядрами и 12 потоками, с максимальной тактовой частотой до 4 и 4 ГГц. Процессор действительно неплохой. Охлаждение процессора представлено башенным кулитом Dekul Gamax GT и BK. Для быстродействия при работе в многозадачном режиме имеется 16 гигабайт оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 3200 МГц. Не знаю, можно ли было поставить побольше оперативы, но 16 как-то мало уже в 23 году. Да, напиши комментарий, что у тебя 8 и ты сидишь на них. Я прям жду такой коммент. Даже Last of Us Remake требует больше оперативки. Чем 16 гигабайт. Ладно, пойдем дальше. Работающий в двухканальном режиме оперативка, но это плюс. Для хранения данных компьютер оснащен SSD M.2 накопителем с интерфейсом PCI Express 3.0 объемом 512 гигабайт. Хороший SSD, только производитель не указан. Для красивой картинки с большим количеством кадров в секунду установлена видеокарта MSI GeForce RTX 3080 с Windows A2X OC с 12 гигабайтами видеопамяти. Ну радует, что она хотя бы разогнана с завода. Стандарта DDR6. Для подключения мониторов предусмотрены 4 видеоразъема, DisplayPort 3 штуки и HDMI 1 штука. Для различной периферии и аудиотехники имеются 5 портов USB 2.0, 5 интерфейсов USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 1 штука Type-C, а также комбинированный аудиоразъем Jack 3.5 мм для наушников или микрофона. Так, ну по порядку, разъемы USB это хорошо, они никогда не бывают лишними, потому что подключать устройств нужно много. А вот видеокарты, думаю, можно было бы что-то помощнее поставить. Не стоит забывать, что мы стоим в рамках бюджетных. Думаю, они поставили что могли, но хотелось бы видеть хотя бы TI версию. Ладно, ребят, вот такое видео вышло. Еще раз напомню, что лучше всего собирать ПК самому, без всяких готовых ПК. Даже несмотря на то, какие бы хорошие не были компоненты, лучше всего ПК собирать самому. Вот, в ДНСе, например. Без услуги сборки ПК. Вообще своими руками собирать ПК, но если вам лень или вы не умеете, то можете взять услугу сборки в ДНСе. Почему нет? Но покупать готовый ПК, это дело такое всегда было. Однако, Artor Gaming могут изменить это, и у них довольно если неплохие сборки будут в будущем, то люди будут брать готовый ПК от них. Также хочу сказать, что теперь нужно следить за временем, чтобы мы могли с течением времени понять, хорошие ли компоненты используются в их девайсах, в их периферии и так далее. И чтобы мы могли понять, действительно, хороший это производитель обновленный после ребрендинга или нет. То есть только время покажет. Ладно, ребят, вот такое вот видео вышло. Извиняюсь за то, что затянул чутка. Но очень хотелось посмотреть, что это и кто это. Такие эти ваши Artor Gaming. Уж очень много комментариев получил от вас с просьбой и вопросом подсказать девайс или с просьбой того, что я думаю о том или ином девайсе этой фирмы. Всем добра, всем бобра, до скорых встреч, пока!